На главной площади областного центра собрались делегации из каждого района и города Тамбовщины. Волонтеры вручили всем присутствующим ленточки с триколором. Полноформатные флаги России и Тамбовской области торжественным маршем по площади пронесли военные. Символы на флагштоке подняли первые лица региона. Единение, взаимопомощь, бескорыстие – важные качества русского человека. И очень правильно, что они передаются из поколения в поколение. Дорогие друзья, желаю вам успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за нашу страну. День государственного флага – отличный повод, чтобы отметить заслуженных земляков государственными областными наградами и даже благодарностями от президента России. Сегодня награждают 39 человек. Среди них – люди государственные службы, военные, медики, общественники и почетные ветераны. Нина Блохина 68 лет жизни отдала образованию. Прошла путь от рядового учителя в школе до декана в Державенском университете. В этом году женщине исполнилось 90 лет. Получить высокую награду в день флага, считает Нина Георгиевна, очень почетно. Я патриот своей страны. Когда я работала в Германии, мне предлагали оставайтесь, это демократическая была Германия, оставайтесь, семью переведем, все будет нормально. Нет, а тогда у нас 10 яиц в месяц давали по карточкам, бутылку водки, все, а там 300 сортов сыра, все такое. Нет, дороги к моим предкам дороже, чем их сырые всякие. Среди награждаемых и Игорь Яковлев, заведующий нейрохирургическим отделением областной больницы. Теперь он заслуженный врач России. Молодым человеком он приехал по распределению из Саратова и до сих пор самозабвенно трудится ради здоровья теперь уже своих земляков – тамбовчан. В этом году исполнилось 40 лет, как я появился на тамбовской земле в качестве молодого нейрохирурга. И все 40 лет, которые я провел здесь, это связано с моей родной, любимой областной больницей, тамбовской областной больницей, с его коллективом. Я думаю, что та награда, которая мне сегодня будет вручена, я думаю, это большая честь и заслуга, в том числе и для коллектива, всей областной больницы. Празднование Дня государственного флага продолжилось флешмобами, акциями, вечерней и иллюминацией городских фасадов. Павел Ярасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.